Я взяла, его так толкнула, он отлетел к этой двери, я захлопнула, он начал тарабанить. Вот ты ищу меня! Думаю, все, смерть моя пришла. Незваный гость пощекотал нервы семье Гартман. В тот день Нина Викторовна от коллектора узнала, что у сына есть кредитная карта и просроченный долг по ней. Так хорошо тарабанят. Ну, у меня муж подскочил, пошел открывать. Вот, ваш сын-должник, я представитель банка, он не хочет платить. Он говорит, а с меня что вы хотите? Пусть он платит. Ну, пусть платит. Он ваш сын, он у вас прописан, если он не будет платить, изымем ваше имущество. При этом представитель банка даже не показал свои документы. И каждый раз, когда семья вызывала полицию, коллектор сбегал. Супруги в недоумении. Сыну 38 лет, 11 из которых он уже не проживает здесь. В квартире прописан, но долей не имеет. А самое главное, родители не понимают, почему банк перекладывает ответственность на них. Семья решила обратиться к судебным приставам. Мы приняли обращение и стали проводить расследование. Взяли объяснение со всех участников этой проблемы. В дальнейшем противоправные действия стороны представителя банка были прекращены. Банк был привлечен к комиссии ответственности со штрафом 200 тысяч рублей. Эта история уникальна тем, что обычно коллекторы пишут или звонят должникам. Здесь же кредитор перешел на личные встречи. Кстати, после резонанса к семье пришел еще один представитель этого банка. Очень вежливо. Настолько вежливо. Я же чуть не умерла. Пожалуйста, пусть он придет в банк. Мы порешаем вопрос, но поменьше, чтобы платил. В службе судебных приставов поясняют, кредитор не вправе разглашать информацию о задолженности третьим лицам, будь то работодатель или родители. В Алтайском крае приставы ежегодно получают порядка 500 обращений с жалобами на кредиторов. Некоторые из них заканчиваются составлением административных протоколов. Больше всего жалоб на микрофинансовые организации. В законе прописано, что коллектор, либо банк, либо кредитор вправе участвовать взаимодействие не чаще. Одну раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Естественно, они не имеют права нарушать права человека на отдых, звонить ночью после 10 часов вечера. А родители нашего должника, хоть и в хороших отношениях с сыном, но сегодня они так и не знают, выплачивает ли он долг или нет. Но на всякий случай они выписали его из своей квартиры. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком.